Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Вчера я показывала, что я посынковала свои томаты, убирала лишние листья и показала, что большую гору настригла. И сегодня я готовлю с этой ботвы томатной прекрасное, эффективное средство для борьбы с насекомыми. Вот в прошлом году многие жаловались, что всех мучил паутинный клещ на томатах, на других культурах. У некоторых целые участки он захватил, и от него очень сложно избавиться. Но мало кто применяет для борьбы с паутинным клещом вот этот старинный народный рецепт из томатной ботвы. Многие слышали, что томатной ботвой, ну как настойкой, отваром пользуются для уничтожения вредителей. Но никто, редко кто применяет, я знаю и по соседям, и по знакомым, что никто не хочет мучиться, возиться долго. Ну а между тем, это очень эффективное средство, совершенно бесплатное, и, что самое важное, с длительным сроком хранения. Сделав его один раз, вы можете пользоваться им в течение всего сезона. Все мы знаем, что томат он такой сильно пахнущий, резкий, не все его даже переносят. И во всех частях томата содержится вот этот солонин, ядовитое вещество. Его нет только в плодах, которые мы кушаем, в спелых плодах. Но вот этот солонин, вот это ядовитое вещество, обладает не только инсектицидными, но и фунгицидными свойствами. Для тех, кто новичок и не знает значения слов, инсектицидные свойства, это когда способен ты убивать насекомые, а фунгицидные, когда способен убивать бактерии, возбудителей болезней. Так вот этот солонин, который находится у нас в наших томатах в ботве, он может убивать и насекомые, и предотвращать заболевания. При формировании растений каждый из нас что-то все равно обрезает. Удаляет пасынки, листву. И вот не нужно их выкидывать, можно все это использовать, но тут есть один нюанс, что во второй половине лета, когда уже есть возможность возникновения фитофторы, возможно там какие-то скрытые уже признаки заболевания, лучше такую ботву не использовать. Иначе вы вместе с этим, с настоем, с отваром распространите болезнь по всему участку. Лучше всего все-таки в первой половине лета, ну и конечно самые лучшие, самые здоровые у нас пасынки, листики, это первые. Я вот вчера срезала, их видно. Они свежие, ни о каком заболевании тут речи быть не может. Они такие мясистые еще, не высохшие, не желтые, не засохшие, никаких дефектов нет у листьев. Самый идеальный вариант для приготовления отвара из томатной ботвы на весь сезон. Использовать можно все части, все любые. Это безопасное средство, но никаких, если паутинный клещ в прошлом году кто-то обрабатывал и акторой, и фитовермом, мало того, что мало действовало и еще наносит вред, ну как все равно накапливается что-то там, то вот обработка отваром из томатной ботвы совершенно безопасна. Ни нашим растениям, ни нам никакого вреда нет. Но зато паутинный клещ, вот эти всякие растительноядные клопы, листогрязущие гусеницы, они не переносят вот этого запаха томатного отвара на дух. Они погибают, если не погибают, то они уходят в другое место. Как готовить отвар? Вот стандартный рецепт дается всегда на 10 литров. Я буду делать меньше, но я вам скажу стандартный рецепт. На 10 литров нужно взять вот этой нашей зелени 4 килограмма, измельчить, вот я сейчас режу ножиком и в ведро, измельчить, залить водой и в течение 3 или 5 часов, затем в 3-5 часов она постоит, и затем прокипятить еще полчаса. Потом остудить, процедить и куда-то перелить в какую-то тару, в любую, для хранения. И вот этот вот отвар, это, конечно, очень, ну как, очень хорошее его свойство, что он может храниться до 1 года. Сроки хранения указываются от 6 месяцев до 1 года. Конечно, 1 год никто его не хранит, но весь сезон вы сможете открывать его, добавлять в воду, обрабатывать растения, и будьте уверены, что он будет действовать весь сезон. Ну, так как я вчера нарвала, у меня это первая обработка была, мало пасынков, мало листиков, у меня набралось всего 1 килограмм, но мне этого достаточно. Я буду делать, значит, дозу в 4 раза меньше. Не 10 литров, а 2,5. Также сейчас я вот все измельчу, помаленьку партиями, залью водой, до вечера он будет стоять, вечером я полчаса прокипячу и оставлю на ночь. Только утром я буду процеживать, он как раз остынет, все это опадет на дно. Я процежу его через сито, солью в полтора литровую, нет, в эту, в трехлитровую полторашку, ну, в полиэтиленовую тару и поставлю в темное место. Все по мере надобности буду применять. Как применяем мы? Настой перед применением нужно обязательно разводить. Это у нас концентрат. Рабочий раствор делаем. На 1 литр вот этого концентрата добавляем 3 литра воды. Для прилипания, как обычно, добавляем несколько капель жидкого мыла или можно хозяйственно строгануть чуть-чуть. Ну, это там на глаз. Вот на 10 литров всегда пишут 20-30 граммов, ну, 1 столовая ложка. Я просто так каплями капаю. И вот весь сезон, в первую половину лета вы можете собирать эту ботву, пасынки, листья, если у вас не больны томаты. Можно их засушивать. Потом из засушенной вот этой ботвы можно также делать отвары, только уже не 4 килограмма на 10 литров, а 1 килограмм сухой, вот этой вот сухой смеси. Можно посушить, вот так измельчить, прям просто вот так измять и в мешочек. Но лучше всего, конечно, делать, я всегда делаю со свежей. Все. Если вы сделаете такой отвар, при любой обработке вы можете добавлять вот это вот средство. И еще, когда мы делаем зеленую вот эту брашку, зеленое удобрение из травы, то для того, чтобы сразу же еще какие-то добавить для него средства, вот эти вот антибактериальные, можно добавлять вот эту вот ботву томатную. Тогда и насекомых будем отпугивать, и профилактика заболеваний. Так что вот эта ботва и содержащийся в ней вот этот ядовитый соломин, он может нам помочь в борьбе с вредителями и в борьбе с заболеваниями. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Если кто хочет, попробуйте обрабатывать сейчас же модно только народными средствами, без всяких применений агрохимии. Вот этот вот отвар, я думаю, это идеальное средство для тех, кто хочет вырастить экологически чистые овощи на своем огороде. Все.